Ну что ж, пойдемте проверим салон, где делают маникюр, инстасанка, Карина Рапеляна и прочие ребята. То есть, я думаю, сами понимаете, когда вы приходите заодно и слугам говорят, чтобы не успеете ее сделать, да, как бы, ну, такое все настроение. Это мастер просто начал выпедриваться, да, да, да. Да, я думаю, что можно успокоиться. Не описать мне тот кринж, который я пережила, потому что ситуация странная, абсолютно до безобразия. Ну что я вам скажу, это жесть. Я даже не знаю, как ее описать. Она как будто дешевая проститутка, я не знаю. Я скорее просто расстроена из-за всей ситуации, которая сложилась с вами, ни в коем случае, там, не за вас лично. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы с Лианой пошли в салон, где делают маникюр не кому-то, аж самой инстасанке. Господи. Не то, чтобы инстасанка была каким-то супер-мегаперсонажем в моей личной жизни, но по какой-то причине она очень хайпует, поэтому подумали, решили, ну, пойдем-ка мы проверим салон, где аж сама инстасанка делает свой маникюр. Меня заставили снимать это видео, я их инстасанке отношусь крайне негативно, на мне пришлось. Сегодняшний салон считается звездным салоном, доходят многие блогеры, поэтому, на самом деле, у меня к нему достаточно высокие ожидания. I guess. Здрасте. Все верно. Нет, первый раз. Администраторша проводила, посадила за столик, сразу предложила чай-кофе. В целом, все было очень чирно, очень мило, не могу сказать абсолютно ничего плохого. Проведу вам небольшой экскурс. Салон очень большой, здесь целых два этажа. На первом этаже не процедурные кабинеты, там занимаются обучением, на втором этаже, соответственно, маникюрные стойки. Как мы с вами можем видеть, очень много лака и нет, самое важное, педикюра. Стоило мне сесть, как администратор подбежал спрашивать, откуда я узнала про салон и сфоткать мои ногти. Ну, не то, чтобы из друзей в инстаграм посоветовали. Давайте, девочки, на щеку. Важно сказать, что первое впечатление от рабочего места у меня достаточно положительное, потому что все очень чисто. В целом, сам салон показался мне достаточно классным, до тех пор, пока я не зашла в уборную. И, как бы, ну, мне кажется, это немного странным, когда сэкономили реально на таком важном элементе. Чтоб нас с вами не слышали. Вот так вот выглядит ЮКС, мега пафосный салон, туда ходит место самка. Ну, мы это не осуждаем, просто вот как факт. Первое, что мне сказали, когда я пришла, это не здрасте, не такой-нибудь, да? Меня просто посадили за стол, так и на руку дали, и будем фоткать. Не можно позвонить. Это не давайте, я говорю, человек, который снимает в хуалете. Ну, типа... Первое, что меня очень сильно удивило, то, что перед маникюром меня не то, чтобы заставили мыть руки, но мне сказали, что нужно обязательно помыть руки, и, типа, вот у нас отдельная раковина для мытья рук. Я ничего против мытья рук ни в коем случае не имею, вы не подумайте лишнего. Просто это странно, потому что это первое слово за всю мою жизнь, где перед началом маникюра меня попросили помыть руки. Ну, я помыла, вернулась, села. То же самое, хотя я считаю, что очень круто, что мы носили помыть руки, определенно. Меня тоже попросили помыть руки, и я такая, да, хорошо, помою, без проблем. Но первый раз такое, да, столкнулась. Сегодня мы с вами едем делать маникюр, спасибо же, из-за самки. Это последний человек, ногти которого бы я хотела повторять. А чтобы вам было интересно смотреть это видео, то в конце этого видео я расскажу вам о том, как я поссорилась с из-за самки. Откратительная история, я заранее предупреждаю. У меня, на самом деле, много вопросов к этому маникюру, и я не знаю, как лучше сделать. Я хочу короче ногти в этот раз, но вот этот ноготь, видите, он просто ужасно клюет, он просто смотрит вниз. Историю об этом маникюре вы можете видеть, если посмотрите вот это видео, и там не меньше треш, чем сегодня был. Вы уже наращивали длинные ногти? Там я целую-то делаю. Здравствуйте. Хотите, я вам, может, только... Пока музыку ставите. Пока музыку, да. Хорошо. Вот вам варитру, чтобы вы могли выбрать себе какие-то цвета. Попить хотите что-нибудь? А что, можно попить чай, кофе? Давайте надо на черный чай. А мастер опаздывает? Нет, мастер здесь. Мастер здесь. Хорошо. Начало кажется уже многообещающим, потому что такое хорошее и положительное отношение от администратора обычно означает, что мастера в салоне нет. Говорю исключительно по опыту, но нет, он был в салоне. Просто вот такая хорошая, приятная встреча клиента. Мне сказали, что вы рисуете. Ага, вот. Как они со мной. Ну да. Ису. А мы делаем перенаращивание или коррекция? Вот как вы считаете по состоянию ногтей? Ну, конечно, да. Ну, да. Коррекция перенаращивания. Чирочка. Как только пришла, не было ли? Да, давайте помоем здесь полотенчики. Хорошо. Помните, я вам показывала туалет? Леонид реально удивила не меньше моего. Хотя обычно мы реально не акцентируем свое внимание на туалете. Очень грохотный туалет. Просто буквально вот. Все. Очень маленький. Очень. Приходит мой мастер. В целом очень приятная девушка. Как вы знаете, обычно я всегда человеку недовольна. Но в данной ситуации я реально была довольна всем. Потому что она не делала мне мозги. Она умеренно поддерживала разговор. Она обо всем очень хорошо как бы рассказывала. И если я у меня что-то спрашивала, получала полноценный развернутый ответ на любую тему. Но так как это салон, который пропиарен инстасамкой, первое, что у меня спросил мой мастер, это, собственно, откуда я узнала про их салон. Реально? Да, это было первое, о чем меня спросили. Меня не спрашивали. Я, по-моему, видела... Сначала видела, что кто-то скинул тикток, а потом вроде видела у инстасамки, то есть... У инстасамка, это... Да, что-то как бы на последнюю неделю активно у нас. Значит, прихожу я, сажусь на маникюр, и меня спрашивают, что мы будем с вами делать. Ну, я показываю картинки, я хотела там, понимаете, у нас теперь такие скидки мстители в почете. Такая, ну надо, майки там сделал, драки, на все такое. Тем более, что у них в инстаграме очень много аниме-маникюра. Ну, я такая, я пошла за ним, а маникюром. Так, что мы с вами делаем? Так, смотрите, мы с вами делаем наращивание, и потом на наращивание делаем рисунки. Смотрите, я спрашиваю с того, что мы не успеем в рисунке, потому что у меня после вас клиенты решили. А, в 2 часа, а сейчас у нас 10, то есть за 4 часа. Да, у нас на наращивание с облатомным покрытием 4 часа. Дизайн входит в время отдельных. Понятно, просто об этом не предупредили, поэтому как-то, да, рассчитывала на рисунки. Мне удивительно, что у нас по времени не получается. Ну, просто на такие рисунки точно выделяется 6 часов. Внимательно запомните этот момент, что на такие рисунки выделяется 6 часов, и дальше вспомните, и помните про Лиану. Мастер на меня смотрит с лицом лица, подбегает администратор, чтобы посмотреть на меня также с лицом лица. А что за дизайн вы хотите? Ну, там с аниме, потому что у вас же в инстаграме много аниме, поэтому я пришла чисто делать. Ну, а правда пришла не на просто маникюр. Я понимаю. Уданил ли ты в инстаграм? Да. Собственно, поэтому пришла. В этот момент я очень сильно впала в ступор, но когда ты идешь в салон, где буквально весь их инстаграм пестрит только исключительно креативными макияжами, там нет просто черного или красного лака, там буквально везде адские какие-нибудь лютые дизайны, но мне кажется очевидно, что если чел записывает через инстаграм, скорее всего, он идет с дизайном. Здесь очень важно отметить, что впала в ступор я именно как блогер, потому что если я была бы обычным клиентом, я бы просто бы ушла, и мне, объективно, не нужна была та услуга, на которую я в итоге согласилась. Мне на следующий день уже улетает, то есть буквально я не могу перенести эту запись, и мне интересно, как они будут предлагать мне выкрутиться из ситуации. Что они предлагают? Ну-ка. Все то время, что мне делали снятие моего старого наращивания маникюра, я безумно горела, у меня не отсылок, чтобы описать, как сильно у меня сгорела жопа, потому что я реально записывалась на то, чтобы мне сделали маникюр с наращиванием и аниме дизайном. Я вообще хотела делать таких, как Мстители на ногтях, но нет, я вообще не понимаю. Но когда вот в дальнейшем вы увидите историю с Лианой, помните, что мне обещали, что наращивание их делают как минимум 6 часов. Вы поймете мою внутреннюю боль еще сильнее. И я правда не знала, что мне делать. Буквально вот то, что ты говоришь, коротенькая вставка. Справа от меня сидела девушка, которая опоздала на час, и буквально ей мастер говорила то же самое. Мы ничего не успеем сделать, мы сделаем только однотонное покрытие. Нет, мы не сделаем черный, только телесный. Типа... Автоп, я никуда не опаздывала, я заранее за 10 минут даже пришла к обычным. Она даже не разрешила ей выбрать цвет покрытия, то есть девушка не хотела светлые телесные оттенки. Она хотела черный, мастер такая, нет, мы опоздали на час, мы ничего не успеем. Ну, по факту, на самом деле, то, что она опоздала на час, ее могли, в принципе, и выгнать. Это странно, ведь это же вряд ли вредно со стороны мастера. Ну, типа, какой ей понт, говорит девушке, которая потенциально у клиентов, которая заплатит ей деньги, что я принципиально не буду делать тебе черный, потому что наказание за то, что опоздала на час, ну, это как вред звучит. Да, потом расскажу, почему у мастера была мотивация не хотеть делать девушке конкретный цвет. Ладно. Допустим, хорошо. Там особенный случай. А, это особенный случай. То есть не то, что мастер просто начал выпендриваться. Да, да, да. Блин, на самом деле, я не знаю, я все еще сейчас нахожусь в процессе, может, мы просто сделаем снятие, я не знаю, какое-нибудь однотонное покрытие без наращивания, потому что я улетаю послезавтра, и я реально рассчитывала прийти и сделать как бы рисунки, ну, собственно, я за этим шла. И мне очень странно, что даже не спросили по поводу дизайна, ну, учитывая, что у вас креативная работа в аккаунте, вот. Я скорее просто расстроена из-за всей ситуации, которая сложилась. После этого, вы сами понимаете, когда вы приходите заодно и слугам говорить, чтобы не успеть ее сделать, да, как бы, ну, такое все настроение. Они мне сказали, сейчас подумаем, как сделать мне майки и все такое прочее. В конечном итоге администратор стал спрашивать у другого мастера, которая была свободна, может ли она сделать мне рисунки, пока мне будут, типа, делать наращивание, короче, какую-то там схему стали придумать. Мастер сказал, ты что, угораешь? Как бы, конечно, нет, потому что это время и это неудобно, и, типа, одна рука будет готовиться, а вторая будет делать рисунок, конечно, нет. Короче, мне сказали, ну, типа, мы ничего не можем вам сделать, поэтому, типа, извините, пожалуйста. И я такая, блядь, ладно, делайте черные короткие ноги. Ну, собственно, мне сделают черные короткие ногти, вот вся история. Реально, ты не угораешь? Им хватило времени только на то, чтобы даже не сделать не наращивание, а только на то, чтобы сделать не короткие черные ногти, потому что пока мы базарили и решили вопрос, как сделать мне медикюрс наращивания с рисунками, время вышло, и, ну, типа, вот. Я подумала, что надо все-таки довести дело до конца и накрасить вот сейчас на салоне. Я была уверена, что ты сейчас скажешь, что я не знаю, что они придумали, они отменили другого человека, они сделали тебе ногти, а ногти у тебя короткие черные, потому что ты сама их обрезала, как обычно, и накрасила их черным. Конечно же, я покажу вам еще наше общение на тему инстасамки с мастерами, но давайте посмотрим, пока дела там вообще у Лианы обстоят. И, конечно же, любимый вопрос Лианы, а у вас есть аэрограф? А у вас есть аэрограф? Аэрограф. Да? Да, делаем. Поняла, да? Спасибо. У меня был аэрограф. Девочки, можете меня поздравить? Мне не выдували слюной, градиент и так далее, у меня был аэрограф. Ура, Господи, мои мольбы услышаны. Поясню, почему у Лианы такая фиксация на аэрографах. Однажды, когда мы выходили с ней в салонах, я не помню, что за салон был, какое было видео, но если кто-то помнит, напишите в комментариях, я уверена, многим будет интересно. Ей, короче, делали градиент, ну, слюнями. Мастер. Плевал на нее. Маникюр, который был, он хороший или нет? В смысле, в целом? Да, в целом. Что как, там, слой лака, наращивание и так далее. Ну, это коррекция же была. Нет, было новое наращивание. Ну, вот, отросшее же. Не обрезали, да, мои ногти. Это было с нуля наращивание. Я даже не понимаю, как можно сделать. Что ж, посмотрим, какой маникюр будет получаться у Лианы, какое у нее будет наращивание, будет ли она довольна. Но пока давайте вернемся к моменту, пока Лиана все еще в ужасе от того, что я реально с черными короткими ногтями. То есть ты пришла в самый распиаренный салон, где делают огромные ногти, где буквально наращивают все, что угодно, делают любые дизайны, и тебе сделали короткие черные ногти? Серьезно? А делали, знаешь, что-то мне? Три с половиной часа. Что? Мне делали вот эти ногти три с половиной часа. Вот смотрите. Подожди, скажи мне, что ты обрезала их в салоне, что... Нет, вот это все. Они такой длины были? Да. Это наращивание? Нет, тут обычное покрытие, это шелак обычный. О, бен, я тебе делаю обычный шелак три с половиной часа. Мне сделали обычный шелак три с половиной часа. Я была в салоне семь часов. Просто здравствуйте. Я была записана четыре часа. Я приехала к десяти, я не опоздала. Тут тоже отдельные аплодисменты. И я должна была ехать в салон два часа. Подожди, что, семь часов? Семь часов. Должны были делать четыре. Подожди, стоп, стоп, стоп. У меня же подруга еще в Ланг придет, Но она сейчас ее нету, поэтому она записана, по-моему, на следующей неделе, и я туда ей сразу напишу, что, как бы, дорогая моя, ты это. Она тоже такой любит, да, 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 вот она как раз еще и длину любит, там, знаете, такую гигантскую. Ну, хорошо, что вы все сказали, а я посмотрю, что там все... Когда я пришла на маникюр, у меня было выделено 4 часа. В это входило, типа, условно, там, наращивание, и не входил дизайн, потому что, ну, мы не успеем. Окей. И в тот же момент я сказала, что у меня также со мной подруга. И поэтому, естественно, когда я понимаю, что я свой маникюр не успела сделать за 4 часа, я перезаписываю Лиану, и ей выделяют 7 или 8 часов. Но парадокс в том, что Лиане, они не сказали, что ее маникюр будет занимать столько. Ей сказали, что и дизайн, и наращивание, и все на свете у нее займет 4 часа. Я не понимаю этой логики, я вообще запуталась. Кто-нибудь, объясните, что происходит, потому что я прихожу за 4 часа, мне ничего не успевают. Мы все вместе с администратором перезаписываем Лиану на другой день, о чем Лиане говорят, что, типа, на тот день мы не успеем сделать вам маникюр, приходите в другой. А она не вдается в подробности, потому что мы с ней до этого видео не обсуждали, у кого еще как происходит. В итоге она приходит, и мастер ей говорит, что у нее все займется учетом дизайна за 4 часа. Я еще, когда села, я говорю, мастер, мы там успеем, мы закончим там вовремя. Она говорит, да, да, но ухвате время было полнее. Ну, 4 часа. То есть, подожди, несмотря на то, что они мне сказали, что за 4 часа они не успевают дизайн, почему к тебе, когда ты приходишь, ну, они уже знают, что у тебя точно будет дизайн, они говорят, что тебе 4 часа хватает. Но факту делают тебе 7. Да. Мой мозг взрывается, я ничего не понимаю. Понимаете? Я нет. Я села к своему мастеру, говорю, вам показывай, что мы будем делать. Она говорит, нет. Очевидно, конечно же. Я говорю, а так всегда, никогда не показывают. Она такая, нет, обычно показывают. Я говорю, а, ну, окей. Типа, нам хватит 4 часа, она говорит, да, да, все, хватит, хорошо. Также, когда мы делали маникюр в один момент, я отвлеклась на телефон, поднимаю глаза, и мне срезают кутикулу ножницами. Я такая, а эти ножницы обрабатывали? Ой, извините, пожалуйста, а ножницы, они как-то обрабатывались до этого? Вскрыли пакет. А, вскрыли пакет. Я просто не... Не, все хорошо, я просто не заметила. Я вам верю, если так, все в порядке. А, 9-я, 9-я, 21-я, я могу взять другой, извините, при вас что-то уже не заметила. Нет, нет, все хорошо. Нет, я вам абсолютно верю, я просто смотрела и в телефон не заметила. А, кстати, знаешь, такой фан-фет мне рассказали люди, у которых есть свои салоны. Там, короче, прикол в том, что даже когда мастера достают из сухожарки, из вот этой вот термоупаковки вещи, смысл в том, что далеко не всегда они подвергали ее воздействию температуре. Если ты берешь обычные ножницы, ой, обычные плойки для... Как? Для... 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 Для волос, простите. И вот так вот прикладываешь на эту термоупаковку, оно прогревается и выглядит так, как будто после сухожара. Поэтому очень многие не парятся и экономят, просто прогревают их или феном или плойкой, потому что, типа, эффект тот же. И клиент никогда в жизни не узнает, что это не было стерилизовано. Отстой. Просто держу в курсе, да, такая схема оказывается очень распространена. Понятное дело, что, скорее всего, в какой-нибудь люкс-салоне так, ну, никто не будет рисковать, но в всяких этих прокатных дворах, куда мы с тобой ходим, в принципе, нам, я думаю, что в какой-то степени все время везло. Потому что у меня очень много людей, когда я с задачным вопросом салона, мне все говорят, что очень важно следить за тем, чтобы мастера реально все это в сухожарку вали, иначе они вот делают такую хрень с этими щипцами. Какая жесть. Когда я была в салоне, мне было интересно послужить мнение моего мастера про инстасамку, потому что, ну, как бы, почему бы и нет. И я спросила. А вы сами инстасамку видели? Или вы с ней не работаете? Ну, она с Юлей работает. Только с Юлей, да? Нет, я ее видела, но никакого взаимодействия не было. А, понятно. Интересно, просто у нее образ такой, или она в жизни тоже такая специфичная? Ну, я не наканчивалась. Я понимаю, да. Потом, когда мы переписывались с Ляной, я знала, что сейчас она сидит в салоне, я тоже попросила ее узнать, что думает ее мастер про инстасамку. Ну, в целом, как-то так. А Даша, которая инстасамка, тоже у вас в салоне ногти делает? Да? У вас не было инцидентов, что она, как у визажистов, все ваши вещи выкинула? Нет. Все нормально. Все нормально? Все хорошо было. То есть я с ней общалась, она вела себя так же ужасно, как и в интернете, да. Ну, как бы, мы с ней лично не общались, она делает мастер Юля. У основательного салона. Да. А я слышала, что у вас, получается, главный мастер, вторая Юля, она, типа, только работает с знаменностями. Это правда? Или к ней можно как-то вообще попасть? Ну, у меня просто, ну, есть же свой уже какой-то сложившийся лист клиентов. Да, да, да. И, к сожалению, просто у нее места нет. Ну, как бы, они все ходят и из месяца в месяц записываются, и все. У меня там появляются иногда? Раз полгода. Даже так, раз в полгода. Ну, у них окошки какие-то, да, она может взять кого-то. Ой, горячо. Ага. Ну, там, как обычно, типа, падежка. Падежка, которая сидела справа от меня? Да. Клиентка. Это был такой персонаж. У нее был голый живот, однобедренные джинсы с ремнем. У нее были длинные черные окрашенные волосы, очень плохо нарощенные. То есть, я видела все ленты, все видела. И это я описываю просто для того, чтобы вы представили человека, который там сидел. То есть, и очень-очень много гонора. Ну, просто максимально много. Она так странно разговаривала, типа, ну, я хочу белые ногти, я не хочу черные. А с чего она вообще решила, что я хочу черные? Обращается она ко мне. Я поворачиваю на нее голову. Типа, прям молчу. Реально? Да. Она встает резко с кресла, идет к мастеру, типа, искать мастера. Она такая, а с чего ты решила, что я хочу черные ногти? А, я не хочу черные ногти. Почему ты не спрашиваешь, что я хочу? Так, вообще, как будто она реально косплеит женщину из нулевую, потому что как-то очень стереотипно звучит. Я сижу, мне делают маникюр, и я слышу, что они обсуждают мои волосы. Чтобы вы понимали, мы сидели с той девушкой, ну, на два раза вот на таком расстоянии, как у нас с Лисой друг от друга голова. То есть, очень близко. И я такая, слышу, что они обсуждают мои волосы. И я такая, какого хрена происходит? Почему при мне говорят обо мне? И я такая, а что, простите, вы сказали? Типа, вы мне? А она такая, а, нет. Что-то мастер говорит, типа, вот мы говорили про ваши волосы. И девушка такая, на самом деле мы обсуждали вашу голову и ваше окрашивание. И я такая, да, и как? Она такая, а, ну, мне нравится, вот, обсуждала палитру на вашей голове. О, господи. Но, когда я слышала, о чем они говорили, я услышала фразу, типа, зеленый дешевит. У меня есть зеленый на голове, у меня там радуга. Вот, и я такая, типа, ну, окей, у меня вообще не было желания. Ну, она выглядит явно очень дорого, очень пенсия. Да, у меня не было желания разбираться с этой девушкой. О, да. Что было в новинку в этом салоне? После того, как мне сделали маникюр, там, наращивание и так далее, меня отправили мыть руки с щеточкой. То же самое. Меня отправили мыть руки с щеточкой никогда в жизни. Меня не отправляли мыть руки с щеточкой. Мне даже рассказали, как это делать, что нужно нанести мыло на щеточку и хорошо, там, чистить свои ногти. А зачем нужно было мыть щеточкой? Смыть вот это. Все смыть, да? Угу. Бель забившуюся. Просто так никогда не делала до этого, интересно. Немножко ощущение, что он с ровно немножко вверх летит. Даже с ровно вот так, когда смотришь, все как будто бы прямо на вас выглядят, а вот этот немножко больше на вас. То есть не вверх, а вот к вам. Не согласны? Дайте. Нет, ну, если вы не считаете, что он вверх летит, значит, этот вот вообще точно прям, прямой. Если вас смущает, давайте я доложу эти нижние вот эти вот параллели. А это долго? Нижние параллели доложить. Не напрягайте, просто вот в расслабленном. Ну как же. У той девушки, ей наращивают ногти, она такая, а почему они все смотрят вверх? Это ужасно. Мне такое не нравится, они все смотрят вверх. Почему? Мастер, что она отвечает? Мастер, у той девушки. Ну, у нас такая архитектура. Мы всегда так наращиваем. Если вам это не нравится, вы могли бы пойти в другой салон. Ох, восторг. Да, видимо, она его очень сильно достала. Видимо, она его очень сильно не любит. То есть мне мой мастер такая, да, сейчас изменим, а ей, типа, мы так делаем, не нравится. Иди в другой салон, моя хорошая. Что касается дизайна. Так как моего мастера не предупредили о том, что у меня будет аэрограф, ну, конечно же, то она заранее не подготовила, не прочистила аэрограф. То есть мы потратили еще довольно много времени на прочистку аэрографа. Мне показалось, что вы расстроились, что аэрограф долго наносит. Он там подзабился, чтобы просто сейчас долго я его не чистила, не сидела, время на это не тратила. Он просто подзабился. Суга немножко идет. И я из-за этого немножко нервничаю. Да, вас не предупредили, да, что будет градиент? Я отправляла фотографию. Ну, конечно. Ну, ладно, дракона мы сейчас с вами на ходу придумали, а вот то, что градиент, я оттуда предупреждала. Часто так, что они показывают фотографии? Нет, показывают. Обычно показывают? Ну, наверное, что-то, да, вот так случилось. Ну, ладно, ничего страшного. Я там одну встречу отменила, поэтому ласки и время. Нормально все? Да, не страшно. Завтра с подругой увидимся и ничего не переживайте. Как будто, вы знаете, я обмакнула их в кровь. У клиентки, которая сидела справа от меня, один ноготь сломался. И, видимо, ноготь на самой пласти не треснул. Она, конечно же, хотела нарастить заново, экстремально длинный и так далее. Мастер сказала ей, что ей придется подписать согласие, на эту процедуру. Ну, стоит ли говорить, что все это сопровождалось очень неприятной беседой, гонором мастера, гонором клиентки, потому что они друг другу сильно не нравились. Ну, в целом, неудивительно. Но сам факт того, что пришлось подписывать это согласие, я считаю очень клевым, потому что, ну, есть риск, действительно, что ноготь сломается очень быстро и что ноготь может повредиться. А как вообще-то? Не сложный дракон? Нормально. Нормально? Нарисуем? От 1 до 10 вы бы ему сколько поставили по сложности? 2 до 10 это очень сложно, а 1 вообще легко дня. Типа 1 это точка, а 10 это вообще сложно. Ну, шестерочка, наверное. Шестерочка, да? Мне тоже так кажется. Ну, я ходила на уроки живописи. В возрасте жизни или в школе? Слушайте, ну, я вообще, когда мне было я подростком, я в школу художественную два раза постукала и где-то через компейсию. А учиться там 3 года надо. Ну, что я там могла научиться? У нас вот осталось 20 минут. Успеем нарисовать? 20 минут осталось. И вам бежать надо, да? Ну, может быть, 25 прям край. Прям край, е-мое. То есть вот референс? Да, да, да. И они правда очень похожи. Это правда. Ну, тут понятно, что на белом фоне более четко видно, потому что там черная обводка. Но как бы... Да, выглядит хорошо. Правда хорошо. Угу. И я такая, блин. То есть она сама еще решила добавить золотой, чтобы дракон смотрел все более интересно. Вот. И мне понравилось. А где у него там нету, то он дешевеет? Не стал, да, блядь? Ладно. Зеленого нет. Ну, ладно. Может, сейчас хожу и оплачиваю. Вася, вы, наверное, не успели еще рассмотреть дракона. Но извините, пожалуйста, что там из-за меня вы так задержались. Дракон вам будет в подарок. Хрена себе, ладно. Дракон, которого рисовали целый нахрен час. Раз будет в подарок. До свидания. До свидания. И мне еще делают, как бы, в подарки. Но я все еще тогда не понимаю. Если изначально мне сказали, что за 4 точно не успеют, тебя перезаписали действительно больше, на старую убедать, что за 4 успеют. В итоге ты делала 7. Я ничего не понимаю. Можно объяснить, потому что я тут, я не понимаю. Я не понимаю организацию, администрацию, вообще никак. Так, простите, смотри, коррекция и один, одна в каэлограф. Рисунок мы не считаем, а я вам подарок за то, что я вас задержала. Ну что? Спасибо, пожалуйста. Спасибо большое. Все нормально, да, все переделал. Спасибо огромное. Так, у нас с вами была коррекция. Да. Мейси, скажи, пожалуйста, мне еще. Я подхожу оплачивая, спрашиваю, сколько? И как ты думаешь, сколько? 8.7? Нет. Меньше, больше? Меньше. 5? Меньше. Что? 4? 4,750. Мой маникюр, я считаю, вышел очень дешево. То есть я заплатила меньше 5000 рублей, 4,750 рублей, с учетом того, что мне делали ногти, 7 часов. Ну, знаешь, что я еще не рассказала, а обещала им рассказать. О, Господи, да что? Из-за чего я поссорилась с инстасамкой. Вернее, как я поссорилась с инстасамкой. В самом начале видео я сказала, что я расскажу об этом в конце. Если честно, я никогда не собиралась в жизни рассказывать эту историю в медийной инфраструкции. То есть я даже тупо в сторис об этом мне рассказала, какая-то ситуация произошла. Потому что, ну, мне вообще не хотелось как-то этого касаться. Это как-то очень грязно. Но на этом моменте я вынуждена прервать это видео. И, короче, вопрос в чем? Дальше будет история Лианы где-то минут на 30, а их конфликт с инстасамкой. Это действительно очень-очень-очень-очень-очень херовая история, о которой я не уверена, что, ну, я бы, наверное, хотела рассказывать на моем YouTube-канале. Но так как эта история не моя личная, ко мне отношения не имеет, она напрямую связана исключительно с Лианой. Причем, в прямом смысле слова, она с ней прям очень тесно связана, потому что самка оскорбляла Лиану, она пыталась унизить ее перед ее коллегами по работе, то есть там был полный пиздец. Я хочу у вас спросить вопрос, хотите ли вы видео, где я выложу эту историю? Она уже отснята, потому что буквально дальше Лиана продолжает историю. Если вы просто напишите, да, вы хотите, и таких комментариев будет, ну, как бы, больше, чем те, которые напишут, что мы не хотим, я завтра же выложу этот видос, но я прям не буду его не нарезать ничего, я просто выложу вот эту вот историю с Лианой завтра, ну, часов тоже в 16-17. Я хочу поддержать Лиану, я хочу отследить ее историю, и она тоже к этому готова, но хотите ли вы об этом узнать, интересен ли вам вообще такой формат, ну, про плетенство самку? Ты крыса! Ты крыса! О, господи. Через всю съемочную площадку, то есть вокруг меня съемочная команда, блогеры, менеджеры, и она мне орет, что я крыса. Почему? И я такая...